У Бабаджи есть личные ученики, которых он ведет несколько жизней, многие жизни, потому что Бабаджи — это вечное присутствие Бога в разных формах. Соответственно, если мы говорим о реализованных мастерах, то я считаю, что реализованный мастер — это тот, чье сознание достигло единства с Высшим Я, — тот, кто познал Атман, он считается реализованным. У людей много суждений. Для многих людей реализация — это то, когда человек обладает сверхспособностями, то, когда человек обладает большим количеством знаний и многим другим. А есть святые, которые не знают многое, но они остаются святы. Разные реализации. Если мы говорим о серьезной реализации, то это познание истины внутри себя. Соответственно, если мы говорим о познании истины, то речь идет о том, что внутреннее отношение этого мастера ко всему, оно рассматривается с точки зрения Адвай-это-Виданта, не двойственности. Поэтому Бабаджина Гарадж — это то высокое нечто, которое воплотилось в 203 году и развивалось. У Бабаджина Гарадж очень высокая сущность. Есть два учителя, у которых он брал инициацию. В Дхьян-медитацию и в Крие-кундалини. Бога-натх и Агастия. Это не значит, что Бабаджина Гарадж был человеком, который не обладал знаниями. Но такова лила, божественная игра, когда мы друг другу помогаем во многом. И речь идет о том, что тот же Иисус Христос получал инициацию от высоких мастеров для того, чтобы поднять свое духовное начало, с которым он пришел, для того, чтобы осуществить то, что называется реализацией. Поэтому речь о том, что Бабаджи является тем или другим, или это не тот, это говорит о том, что люди, которые заявляют подобное, они находятся в двойственном состоянии сознания. Нельзя разделять. Существует один Бог, и Он вездесущ. Парампара, которая присутствует, как Бабаджи, Лахири Махасая, Юктышвар Гири, Йоганандаджи, это то, что известно в миру из автобиографии йога. Но у Бабаджи есть личные ученики, которым Он лично является и дает посвящение непосредственно для работы в миру, так, как это произошло с этим телом, с этой личностью, с этой сущностью. И каждый человек, движущийся по духовной линии, по своему пути эволюционному, он мечтает о том, чтобы встретиться с высоким учителем и получить от него то, что называется благословение. Но учитель решает, в какое время прийти. Поэтому Бабаджи Нагарадж, я считаю, это именно тот Бабаджи, о котором писал Йогананда, это именно тот Бабаджи, который благословил Имрама Гири в эту традицию. Если говорить о моей парампоре, то меня посвящал в Крия Бабаджи и в Саи Крия Кундалини Сатте Саи Баба. То есть, как таковой парампоры, которая предполагает несколько передач, у меня нет в этой жизни. В прошлой жизни я был гималайским махатмой, тибетцем, который находился в традиции гималайских йогов. И это традиция буддизма. В этой жизни я пришел для собственной реализации и работы в миру, как выяснилось позже. И как таковой парампоры у меня нет. Но ко мне приходили Лохири Махасая, Юктышвар Гири. Йогананда появлялся. И это было реально, не только в медитации. И Сатте Саи Баба непосредственно сказал мне, что ты мой. Я понимаю, что у меня нет земных учителей в этой жизни, кроме как Сатте Саи Баба Аватар и Махаватар Бабаджи. Сатте Саи – это пурна Аватара, который есть аспект Шивы Шакти. Когда он пришел, он благословил меня в Крие Кундалини. И тогда, благодаря этой высокой помощи, удалось познать, что есть на самом деле Дух Святой. Бабаджи благословил меня в Крие, как в направлении. Это тоже великая удача и милость свыше. И это, конечно, переживание ни с чем не сравнимое. Его сейчас передать невозможно. Хотел бы я, чтобы все, кто это будет смотреть, это видео, они могли испытать то чувство и состояние, которое возникает, когда приходят такие великие существа. Их даже существами назвать нельзя. Это нечто, что возникает как аспект, который мы можем видеть, но это сущность безграничная. Это сам Бог. Поэтому я никогда не разделяю. Бабаджи на гараж и Сатте Саи Баба для меня одно единое присутствие. Поэтому люди стремятся к своей высокой цели, стремятся к абсолюту. Как произошла Ваша первая встреча с Махаватором Бабаджи на гараж? Многие годы я практиковал садхану, духовную практику. Это была очень суровая аскеза. Это были очень тяжелые пранаямы. Я все время ощущал, что мне не достает многого. То есть многое умеешь, но нет спокойности души. Я молился день и ночь, чтобы у меня появилась возможность все-таки в этой жизни получить инициацию в супертехнику Крия-йоги. Потому что я знал, что эта система, та именно система, которой я занимался многие жизни назад. Ну или, допустим, несколько жизней. Это то, что ведет людей. И в этой жизни я понимал, что мне это очень важно. Для меня это очень важно. Мне это необходимо. В 2002 году со своим со-товарищем я уехал в горы Кавказа. Это была зима, февраль месяц. И там мы находились около двух недель. Достаточно в суровых условиях. Еда уже как таковая заканчивалась. Осталось какое-то там небольшое количество какой-то еды. Мы выполняли пранаямы. И у нас была маленькая книжечка, которая называется «Традиции 18 ситхов». Ее написал маршал Говиндан. И мы за это очень благодарны, потому что он в мир дал именно такое знание. Но в те годы это было очень хорошее вдохновение для многих людей. И вот этот вот мой со-товарищ, он читал эту книгу. Я, когда вернулся с утренней практики, ничего не ожидая абсолютно, сел возле печки. У нас была небольшая печка. Погреть свое тело, потому что было достаточно холодно. Кругом был снег. Это горы, это лес, это ущелье и небольшая хижина. В момент, когда я расслабился, со стороны северной части стены открылось пространство, и физически возник Шри Аурабинда. Аурабинда Свами Кхош. Это очень высокая душа, это считается аватаром в Индии, сущность. Он оставил труд интегральной йоги. Я в тот момент был немного смущен, поражен и очень сильно обрадован вместе одномоментно. У меня появились мысли, почему он пришел, зачем, для чего. И все такое. Это работа ума, который был очень сильно заинтересован, польщен, может быть, обрадован. Но поскольку я был в глубокой такой расслабленности после пранаямы, я не позволил себе думать так интенсивно. Между тем, Аурабинда смотрел на меня живым лицом. Это был не образ, это была не картинка, это было живое лицо из параллельного измерения, которое возникло и пришло ко мне. У меня появилась мысль, раз он пришел, значит, что-то очень важное сейчас должно произойти. В этот момент он мне сказал, перестань думать и жди. Я отключил мозг и просто сидел. Затем он исчез, разверзлось пространство, полностью открылось все и был как свет, как некая воронка из другого измерения. Возник Бабаджи, который возник достаточно быстро, но именно так, чтобы я мог понять, как это происходило. Описать это очень сложно. Это энергия, которая возникла прямо сейчас. И его блистающая, блистательная улыбка. Он был весь в випхуте. Гирлянда цветов. Абхимудра. Он благословил меня в Крии. Но там были личные моменты, я сейчас об этом на камеру не буду говорить. После чего я через некоторое время, когда состояние уже это отошло после меня, я бросился к нему под намаскар. И затем он исчез. Он исчез быстрее, чем я успел нырнуть в другое измерение. Я хотел уйти с ним. Но было не время, поэтому пространство закрылось. И я некоторое время находился в этом состоянии. Как минимум 3-4 часа был в состоянии измененного сознания, в духовном отношении. Поэтому инициация и благословение в Крию я получил именно в тот момент. После этого я еще два раза видел Бабаджи. И другая, одна из форм Бабаджи была в женском теле. Это была уникальная встреча. Он дал мне понять, что это он. Сначала я его не узнал. Но я чувствовал, что это непростое нечто, да, скажем так. Было трудно назвать его женщиной, непосредственным мужчиной. И когда я встретился, потом мне было четко, ясно, дано понимание, что это именно Бабаджи, что это он. И мы с ним поговорили. Он мне сказал то, что я должен сделать. И вышел из того помещения, где мы встречались. И когда он вышел, он закрыл за собой дверь и исчез. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин